Внутри, в этой деревянной тюрьме высотой всего 40 сантиметров, лежали три живых сибирских тигренка. Человек сообщил в зоозащитную организацию Animals Libanon, и они прибыли незамедлительно. Коробку открыли. Три четырехмесячных малыша лежали среди кала и мочи, голодные и обессиленные. Сотни паразитов ползали по шкуркам, а подушечки лап потрескались и покраснели от воздействия нечистот. При транспортировке тигрят в лечебницу они не могли даже подняться. Ничто не указывало, что коробка содержала живых существ. Не было никаких подробностей от грузоотправителя или получателя, рассказали в соцсетях представители зоозащитной организации. И это при том, что сибирские тигры – особенно ценный и исчезающий вид. Было установлено, что зверей отправил украинский зоопарк города Николаева. Тигрята были проданы аналогичному зоопарку, расположенному в городе Дамаск. Зоозащитники обратились в суд с просьбой не возвращать животных, а оставить их для реабилитации в Бейруте. «Мы предоставили документы», – говорят они. Эти малыши были не единственными. С 2012 года их мать родила, по крайней мере, 12 детенышей. 9 из них уехали в неизвестном направлении – частным покупателям. Суд, понимая, что животные умерли бы без помощи организации, временно разрешили конфисковать тигрят. Однако продавец и покупатель животных усиленно борются за право забрать свой груз назад. А тем временем две сестры и брат получили в распоряжение собственный дворик для игры. У них не было имён, только числовые коды. Поэтому первым делом тигрят решили назвать. Дали сибирякам родные имена – Майя, Таня и Антон. Бедняжки постепенно отходят от трудного путешествия и уже проявляют характер. Майя – самая храбрая и любопытная. Танюша – её верный соратник, который везде следует за сестрёнкой. Антоша – добродушный и застенчивый уволень, который пока ещё глядит на всех с опаской. Теперь малышам остаётся только ждать, что скажет суд. Такие котята на чёрном рынке могут стоить десятки тысяч долларов. Поэтому и хозяева будут бороться за них до конца. А мы же будем надеяться, что эта история закончится счастливо. Прежде всего для маленьких славянских тигрят. Их мордочки уже стали улыбаться. И они ступили на путь доверия людям. Так пусть же вся их дальнейшая жизнь сложится под знаком доброты. А если вам понравилось видео, то ставьте лайк. А также подписывайтесь на наш канал, где найдёте ещё много интересных видео. До новых встреч!